и поедем ну народ как обычно подтягивается чуть позже будем надеяться что к нам присоединяться еще ребята те тема массы не интереснейшая и всем добрый вечер кто нас смотрит в записи правда вот свет отсвечивает сейчас я компьютер еще подровняю так по моему так сейчас будет как-то получше насть как по свету вот лучше то точно не сделаю и так же вывернула наизнанку слышно меня кстати что-то не спросила так настя слышно поставь плюсик отлично здорово ну тогда поедем тема действительно интересная актуальная для многих я думаю что редкие люди которые не побывали в этих состояниях то ли ревности то ли измена то ли они изменяли то ли со стороны их партнера поэтому будем разбираться с разных точек зрения это будет очень интересно итак друзья мои часто говорят ревнуют ревнует значит любит бывает и так я согласна с какой стороны я согласна согласна с той стороны что а ревность это своего рода язык любви только он кривой и негативный вот был прошлый вебинар очень хороший с нелли ефимовой где она рассказывала о языках любви кстати она пишет книгу и летом собирается ее как будут уже свет выпустить вот он будет нам очень интересно как раз там что-то для себя подчеркнуть очень полезно но так вот ревность это в принципе кривой язык любви негативные естественно да с одной стороны человек как бы хочет выразить свою любовь с другой стороны не получается это ужасно для обоих сторон ну как говорится конструктиву позитиву любви это точно не приводит проявление любви может быть выражаться и по-другому приятнее гораздо да если о вас заботиться не скандалами упреками а внимательным ухаживанием заботой пониманием и поддержкой итак ревность начнем с ревности начнем с нее это эмоциональное состояние сигнализирующие а возьму а возможно не успехи реализации полового инстинкта вот так это с научной точки зрения звучит а как с вашей точки зрения что такое ревность настен на твой взгляд на вскидку можно прям знаешь пару слов если у тебя вот есть прям сейчас такое хорошее желание у тебя всегда бы есть я знаю расскажи пожалуйста что такое ревность кстати и сейчас вот скажи что такое ревность а потом еще вот ужас да 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 и расскажи в каких ты позициях была ревновала ли ты и вот насколько ревновали тебя то есть было ли это и насколько кстати ревность бывает такая интересная некоторые вообще не ревнуют и хотят чтобы их ревновали то есть они считают что если ревнуют значит любит тут как в той поговорке да а у некоторых ревность беспредельная то есть знаете я знала такого одного человека очень близко мне знала и знаю по сей день мы с ним очень хорошо живем и поживаем так вот он говорил а он сделал тест в журнале про ревность свой свою ревности оценивал так вот нам он набрал максимальное количество баллов и там ему выдали такое резюме что отела по сравнению с вами щенок вот и он очень этим гордился но с возрастом конечно это потихонечку потихонечку сходила на нет вообще интересно и я вот по своей натуре например человек не ревнивый хотя были преступливости и были они точно такие вот вспышки и потом они быстро гасли то есть вот у некоторых людей так есть то есть чуть-чуть по какому-то конкретному поводу а у есть это фоном идет протяжение на протяжении всей жизни вот так да и человек выражает это очень и очень как-то ужасно агрессивно и так далее к партнеру так на стеночек пишет темен папаша каждому стал бурев нам даже когда шла по улице он говорил на кого ты смотришь сейчас по меня как ужас насти он мне 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 на твой опыт очень близок на самом деле в мой муж вот этот человек который протест играл это мой муж так что я знаю тоже что это такое действительно каждому столбу и действительно до таких ситуаций доходило что если рассказать нормальным то есть людям простым которые не ревнует в смысле где норма ревности да они не понимают вообще чем сыр бур поэтому здесь конечно с этими людьми мы тоже будем рассматривать как работать кстати можно работать и я знаю точно что люди меняются с другой стороны конечно если совсем крайность знаете там ну сбивают до полу смерти да ну наверное все таки уходить надо вот здесь как говорится уже шансов наверное наладить отношения не так настеночка повода не было это патология ну настен вот ты знаешь я тебя понимаю потому что мой суженый ряженый мой любимый самый близкий мой мужчина мы с ним прожили 25 лет в начале своего пути он был тоже вот такой вот очень сильный да с одной стороны да это крайность очень сильный крайность просто есть крайности которые уже переходят все границы это допустим когда сильные побои то конечно здесь никаких разговоров что работать над собой наверное нет здесь все таки надо уходить все таки здоровье дороже детей и человека поэтому здесь наверно мы от от таких ситуаций как раз не будем говорить но вот где когда что-то можно поправить это как раз сегодня наш случай это будет очень здорово и интересно и так тем более вы видишь как вот настен у нас есть как говорится общий повод есть о чем поговорить это здорово это здорово кстати настена расскажи а ты сама ревновала насколько это было допустим до того до этого партнера если у тебя был еще до вот вот этого патологичного скажем тогда расскажи вот это будет очень интересно а мы сейчас идем к интересному ответу на вопрос откуда же растут ноги ревности откуда же они вообще вот сами по себе такие вот знаете научные труды они очень кстати действительно важны они очень интересные и начнем мы как обычно с этологии потому что этология это наша основа первая основа древние инстинкты а потом подойдем к психологии потому что вот эти два пунктика вот они вот и тот начальный а на него еще знаете ком такой вот знаете как нарастает психологические еще штучки откуда это взялось поэтому здесь мы будем идти как говорится от корней вверх к дереву и так это логическая природа ревности так сейчас настенка как раз написала сейчас прочитаю не было никого вот он и ревновал так бы ему пофиг было а в смысле не было никого у него еще кого-то или у не было у тебя кого-то вот эту точнее немножко не поняла я а ага поняла теперь до него у тебя не было да это всегда действительно когда выбора то есть сравнение нет это действительно гораздо тяжелее и воспринимаешь это как бы тоже где-то вот первый опыт это как вот норма как будто там должно быть то есть сравнить не с чем с другой стороны кстати настен а как у тебя вот теперь вот ты с ним разошлась и у тебя теперь к следующим партнером ты-то ревнуешь насколько тебя ревность тоже вот есть после того вот ужасного опыта вот это тоже кстати интересно насколько обучает прошлый опыт не вести себя также с другими партнерами или вот допустим не обучает а знать как вот есть такой внутри сидит вот это тоже интересно это тут надо опытным путем у людей спрашивает просто так конечно одинаково у всех не бывает ну вот интересно все равно с друг у друга узнать это у меня изначально принципе ревности нету к партнеру вот игры только если по конкретным случаям повод прям все вот знаете такое да вот тогда как-то немножко да как-то грустно настенка я не тороплю измен остальное обсуждается а не терплю измен остальное обсуждается вот это хорошо ну то есть обучил ли тебе этот опыт чему-то вот вот это вот главное то есть как-то стала ты по-другому смотреть на свое поведение в отношении партнеров вот это вот коротко просто ответь и идем дальше а и так с это логической точки зрения ревность мужская очень отличается от женской мужская ревность имеет существенно иную природу чем у женщины ну да как мы из тракта тоже поняли что вообще инстинкты здорово влияют по-разному противоположно совершенно на мужчину и женщину и то есть то есть наиболее сильная мужскую ревность вызывает физическая половая связь своей партнерше с другим мужчиной вот это вот кстати очень важный такой тезис потому что от этой половой связи могут быть дети которых не всегда можно отличить от своих да кстати есть статистика не знаю насколько она правда насколько она верна что сколько-то по моему процентов 30 или 40 мужчин воспитывают не своих детей вот не буду вот говорить правда это нет может это но вот что то есть такое наподобие кстати как они знали непонятно наверное тайна опрашивали женщины я думаю и то не все женщины это расскажут а вдруг где правда выплывет а можете сами женщины кстати не знают это тоже факт да абсолютно верно если допустим параллельно встречались с двумя партнерами ну и так и так риск для мужчины не целевого инвести инвестирование ресурсов то есть риск вкладывать свои силы время и деньги в генетически чужих чужие линии чужих детей это для мужчины очень и очень грустно анекдот такой хороший есть поймал муж любовника и избивает жена в отчаянии что ты делаешь это же отец твоих детей да так что вот не нравится это мужчина и я думаю это правильно я в принципе на стороне мужчин если это конечно женщина скрыла с одной стороны да хотя не буду знаете таких резких категоричных заявлений делать это всегда зависит от ситуации от индивидуальных каких-то ситуаций может быть наверное иногда где-то как-то ну то есть пусть это будет на совести каждого человека потому что все таки жизнь она сложная штука и нельзя говорить обо всех вот как-то вот одним шаблоном поэтому друзья мои здесь вы сами себе хозяева итак физическая измена является отрицательным статусным маркером для мужчины кстати это то есть что это понижающий ранг данного мужчины в неформальной социальной иерархии субъективно падает то есть вот он чувствует мужчина когда ему изменили ну женщина естественно не платонически а физически это он чувствует как оскорбление как унижение или чувство поражения в неком поединке с другим мужчиной как вот я употребляю слово самцом и низкоранговые мужчины ревнуют очень здорово очень часто в основном кстати вот в большей степени они ну потому что их и больше низкоранговые среднеранговые испытывают чувство собственной неполноценности очень падает сильно самооценка поэтому половая связь даже безэмоциональная вот это кстати две вещи очень интересные для мужчины половая связь безэмоциональная ну то есть без эмоции без любви а воспринимается вот мужчинами так же сильно как допустим чем то есть чем бестелесная любовь между партнеров и там другим мужчин и такая вот без бестелесная женская любовь довольно часто встречается кстати то есть к к этому типу любви у мужчин спокойные отношения он совершенно никак не обращает внимание хотя опять же по-разному бывает мы говорим все усредненно то есть вот у женщин если они любят актеров певцов политиков там я не знаю там ну кого угодно какие-то такие личности публичные да которые недоступны а мужчина более так вот спокойно на это смотрит а вот мужчины кстати могут испытывать ревность даже при допустим вот он намечтал какую-то себе партнершу виртуальную и вот реально может испытывать очень себе большую ревность каким-то певицам там я не знаю актрисам ну тоже публичным людям и кстати мы тоже из жизни знаем что очень часто преследует вот актеров певцов и так далее такие вот неуравновешенные люди фанаты и так далее то есть вот есть такое хотя женщины преследуют тоже очень здорово если так по фанатам я сейчас сужу то в принципе да есть и такое то есть так тоже есть и так тоже бывает вот насколько 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 это правда вот как ты считаешь вот с твоей уже точки зрения такой мудрый зрелый хоть как говорится возраст у тебя ты еще молодая и ух но с другой стороны опыт-то уже большой насколько правда вот то что мужчина он более спокоен к тому что то есть к женским романам виртуальным ну кстати по интернету сейчас у нас да за очень много то есть бесконтактному насколько мужчины не беру твой пример потому что все таки наверное это не так я думаю а в твоем кстати случае это наверное тоже был бы да неспокоен да то есть все равно это именно твой опыт да или в общем наши титологи говорят что в среднем мужчина относится к виртуальным романам женщинам более спокойно более спокойно так а мы сейчас перешли как раз хорошего тот слайдик такой да к женской ревности и глубинная первооснова женской ревности начиная конечно с инстинктов как мы обычно да начинаем с этологии лежит синдром потерянной собственности и потери источников ресурса это то есть как бы первый такой основной фундаментальный хотя есть и мы будем изучать психологические моменты там немножко все как говорится по-другому может присутствовать и вот этот параметр и может присутствовать еще психологические причины и так вот недаром характеры испытываемых при этом страдании исходим с ощущением обокраденного человека то есть когда женщина страдает от то что у мужчины ей изменил может быть даже вот как-то изменяет знает любовница есть и так далее и так далее она чувствует себя очень-очень обкраденной так ладно пока пиши-пиши отлично спасибо тебе большое то есть центральной стратегии женщины как мы уже вот говорили на прошлых вебинарах да есть репродукция женская репродукция то есть ей нужно сделать то есть родить потомство воспитать его естественно для этого нужны долговременные отношения чтобы муж ее муж неважно другая сторона мужчина партнер ее спонсировал потому что она одна пока ребенок маленький она не способна поставить на ноги потомство ей нужен кто-то для помощи в основном это конечно используется мужчин если нет мужчин то естественно это все переходит на ближайших родственников ну а у кого никого нет то вот эта женщина тогда очень и очень тяжело итак ревность имеет место лишь в отношении мужчины с которым предполагается сколько-то длительные отношения вот так утверждают этологи насколько это правда вот не могу сказать как бы вот я что-то на свою жизнь примеряла так что-то и не поняла а стало быть инстинктивно такой мужчина видится как источник ресурсов для нее так и для детей да и жаль если такой источник уплывет вообще куда-то в другие руки то есть это вот в первую очередь конечно для женщины очень важно и поэтому женщина допустим к одноразовым безэмоциональному случаям измена мужчины относится на стороне ну где-то там проститутка или как-то случайно вы знаете бывает так на корпоративах корпоративах как сейчас говорят вот то есть женщина это готова легко простить она может внешне кстати очень эмоционировать и мы подойдем к этой теме то есть она преследует свои выгоды внешне как бы очень сильно волнуется а на самом деле здесь она меньше волнуется потому что ну раз ходил ну придет ну то есть женщины в среднем более спокойно относятся таким одноразовым романтическим отклонением у мужа скажем так или у партнера то есть вот вот если увлеченность мужчины глубокая есть любовница какая-то женщина которому испытывает какие-то чувства и так далее то есть постоянно ходит хотя бы может быть даже и без чувств да то вот в это это для женщины очень-очень печально то есть она как бы вот уже терзается мучается потому что может уйти источник в другое место ну и конечно многие-многие другие причины которые мы сегодня разберем так настенка написала не было романов и сейчас нет все равно ревновал Ванька и к Сашке и к Сашке дуром да настенка это у тебя точно крайне патологичный случай а дурдом дуром дурдом ревновал ну что делать будем работать на как говорится над собой и мир вокруг нас точно изменится и это однозначно и так идем дальше психологические причины вот это тоже очень-очень интересно с точки зрения психологии с точки зрения психологии немножко здесь у нас из другого то есть если инстинктивно то есть вот те этологические причины мы рассмотрели это просто заложено врожденно изначально инстинктами а вот здесь мы приобретаем вот психологические причины именно непосредственно допустим в данной жизни допустим это возможно могло просто заикариться в детстве во время ну когда совсем ребенком человек был допустим как правило противоположный пол допустим у мальчика мама была такая вот очень ну творческая какая-то да там какие-то предательства происходили ну с точки зрения ребенка ну что это значит так она могла его там как где-то когда-то бросать как-то ну где-то нехватка внимания то есть совершенно безэмоциональные такие вот отношения не было любви не было поддержки не было заботы были одни только вот какие-то упреки и так далее и так далее то есть вот нехватка всех этих вещей ну выливается в такую можно сказать ненависть к противоположному полу то есть кто вот это и потом это просто когда ребенок вырастает это просто переносится на партнера и по сути у того партнера он будет искать все-все-все вот плохое и то есть это вот тот партнер в принципе будет и ни при чем тот партнер просто будет можно сказать вот через него будет выходить вот эти эмоциональные вот эти вот заякорения вот этот негативный эмоциональный опыт вот в детстве там и ресурсные убеждения кстати проецируются и кстати может быть внушения были какие-то в детстве когда допустим родителька один из родителей а может быть оба родителя ребенка они внушали ненависть к противоположному полу допустим отец будет там сынок все бабы дуры не слушай бей там изменяй его тогда будешь мужиком если это представляете на протяжении сколько-то лет одно и то же говорилось да еще плохие отношения допустим с матерью естественно вот такие такие стереотипы это уже будет основа мужского мужского вот мужских личных качеств человека и это конечно очень печально убеждение вообще такая вещь что с ними очень и очень тяжело работать это я как психолог уж точно знаю сейчас сделаю похолоднее то есть потеплее кондиционер оттуда вот таким образом кстати допустим передается это тоже еще по генетической линии то есть не обязательно не обязательно это передается по убеждениям есть такое вот предположение ученых что тут по генетике то есть допустим всю жизнь человек ненавидел предположенный пол ну вот был такой ревнивцем да так вот эта ревность вот эти гены накопленные в этой жизни они как бы фиксируются это есть вот эпигенетика называется новая такая наука есть генетика а это эпигенетика то есть генетика раньше утверждали что гены переходят неизменные из поколений в поколение а эпигенетика утверждает что гены меняются в процессе жизни то есть если на если человек в начале жизни родился с одними генами вот прямо критерии четкие по одному параметру да то если он как-то ну прожил жизнь какой-то у него опыт был то концу жизни эти гены изменяются представляете то есть получается что в процессе жизни даже одна один и тот же ген меняется то есть это зафиксировано научно вот так вот если этот опыт вошел изменился допустим в человеке потом он просто эти гены передает своим потомкам потомкам то есть ревность будет точно так же передаваться генетически как вот другой любой какой-то ну какая-то какая-то физиологическая допустим особенность так что с убеждениями вообще вот если человек в итоге не справился то есть все таки он стал хуже по убеждениям концу жизни в отношении пола там плохие или плохой то есть плохой или плохой то в принципе все это передается на генетическом уровне то есть все эти убеждения они четко переходят нашему потомству об этом надо знать и главное от этого надо уходить потому что если вы хотите чтобы ваши дети не мучились в будущем то соответственно вот надо как-то над собой работать и самое интересное вот про ревнивцев что можно сказать они самое главное для них что делать это контроль контроль ситуации и партнера и если он не контролирует вот это то есть почему вот это вот он постоянно пытается кстати настен насколько тебя контролировал твой партнер вот этот да ревнивец то есть вот насколько это правда что им очень важен контроль если из под контроля ситуации уходит их то есть партнер или ситуация то есть они начинают просто метать и и рвать все потому что я то точно знаю если вот по своему мужу вот если он не контролирует ситуацию где я что я с кем я да у него начинается там очень сильные раскрутки накрутки и фантазии вот а как психологи утверждают почему вот им контроль контролировать очень важно партнера они боятся получить боль вот эту боль которая заикарилась когда-то которая принесла им очень сильно душевную вот этот вот надрыв и они боятся испытать подобные чувства именно поэтому они хотят контролировать ситуацию чтобы было все спокойно вот с психологической точки зрения именно вот это их движет то есть именно вот это их вот таким образом как-то сподвигает на вот такое поведение то есть все везде контролировать это их главные главные можно сказать критерии то есть ревность вот таких особенно патологических случаев да крайних случаев это способ контроля над партнером чтобы избежать душевной боли от унижения и предательства в основном это вот как правило это психологическое такое психологическая причина так а мы идем дальше мы не жили много ну и слава богу вот очень даже радует что вы много и не жили и хорошо меньше у тебя за якорицы тоже всяких негативных вещей пять лет встречались это ты имеешь ввиду в общей сложности или до брака пять лет много пять лет это такой серьезный срок тоже я считаю вот а мы идем значит дальше как вести себя с ревнивцами здесь тоже очень интересный вопрос и если копнуть очень глубоко сейчас мы чуть-чуть это затронем то а вместе да вместе пять лет жили ну я считаю что это большой срок все равно большой особенно для молодых ты молодая девчонка красивая и такая ты боец ты самый настоящий сильный мужественный человек спасибо тебе большое за все за что ты делаешь ага хорошо итак как вести себя с ревнивцами во первых это вот наверно ближе к тем все таки патологическим ревнивцам не которые так знаете иногда всплеск там раз полгода и по конкретному случаю но и не с теми которыми вот которые совсем уже знаете крайность когда избивает до полусилы потому что ну я точно рекомендую уходить все таки здоровье дороже мне кажется здесь уже все капитально запущено это просто человеку ну не знаю смысла нет продолжать дальше никаких попыток налаживать отношения а вот если есть хорошие черты вы знаете как там у ревнивцев кстати очень бывает есть хорошие стороны и очень много и это кстати держит можно сказать другого партнера то есть допустим может быть ревность в пьяном виде да а в трезвом он просто идеал он там целует обнимает все делает там хорошо относится и так далее вот очень часто такие случаи встречаются и допустим патологических таких можно сказать вспышек ревности их меньше вот тогда как бы да и там другой партнер остается с ним ну вроде как любим и все такое и потом кстати очень часто ревнивцы после каких-то бурных скандалов очень сильно извиняются они чувствуют вину кстати за собой и если это есть это хороший признак на самом деле тогда вот с таким человеком стоит работать то есть у него есть такие вспышки агрессии когда они контролируются и если с этим человеком правильно работать то в принципе это будет угасать и будет приводить к хорошим результатам то есть наладить контакт можно я знаю по своему опыту у нас что-то наподобие было и кстати вот даже вот можно книгу написать по этому поводу как только время будет потому что действительно это можно эпопеи целую написать отель по сравнению со мной щенок скажем так даже название уже есть итак к самому слайдику переходим как вести себя с ревницей первый пункт если мужчина низкоранговый ну среднеранговый то есть невысоких как правило высокоранговые они не особо ревнуют скажем так они очень сильно эгоисты и тут у них очень много других женщин и так далее и поэтому они не особо-то как-то на это вообще обращают то есть высокоранговый как правило не особо-то вот итак если среднеранговый и низкоранговый мужчина однозначно да то нужно повышать в первую очередь его самооценку потому что у них как раз из-за этого и происходит по этологическим причинам то есть надо убеждать его что он беспокоится во-первых напрасно ну то есть тут все работы с убеждениями внушениями и позитивом то есть что его место никто не может занять в силу того что он предел ваших мечтаний то есть это постоянно нужно вот такие уговоры делать но мы подойдем сейчас к следующему пункту это только начальный первый пункт и очень важно говорить что я сама контролирую ситуацию никогда не сделаю своему любимому больно потому что вот это центральная фраза уже психологическая то есть надо убеждать что все под контролем я сама могу контролировать я легко контролирую то есть случайно измен не будет если все будет хорошо так если ты у меня супер зачем мне кто-то нужен вот то есть контроль с вашей стороны вы все время напоминаете и обязательно напоминаете то что не сделайте своему любимому больно потому что это вот даже может быть он сам не сознает на таком сознательном уровне подсознательно это сидит как правило кстати Настен как ты вот мне расскажи если можешь чуть-чуть о своем партнере у него было нормально все в детстве то есть там любви достаточно заботы то есть было что-то из детства такое чтобы вот это возникла ненависть какая-то с женщинами да пару слов буквально это будет интересно и мы чуть-чуть как раз подойдем это позже к этой теме мама баловала а вообще не было женщин таких которые были допустим что-то как-то вот или может быть предыдущий опыт женщины которая каким-то образом издевалась и так далее ну бывают такие знаете женщины тоже не подарок все мы бываем не подарок а бывают вот крайние случаи и в том и там и здесь ну это кстати сейчас мы дальше пройдем не давала пороть сама говорит ну это вот сейчас мы подойдем не факт что это могло быть от мамы не факт что это могло быть да в этой жизни сейчас мы это как раз узнаем и так второй пункт рассказывать нужно как можно больше обо всем куда вы идете зачем вы идете с кем вы будете встречаться и так далее и так далее до прям вот совсем-совсем мелочей допустим я не знаю там обязательно рассказывать что происходит на работе где была с кем встречалась да о чем говорили единственно тут поправочка никаких вот таких намеков что там вам кто-то сделал комплимент вам построил глазки мужчина там или что-то там это то есть вот здесь вот упоминаний таких вот точно не надо или же можно с таким другим то есть если то есть как вариант очень тоже подойдет если мужчина то есть вот сегодня там один наглый там подошел что-то хотела я его сразу отшила сказала да и иди ты там туда-сюда то есть показать что вот был такой случай а вы его прям резко отшили это тоже кстати очень хорошее но я говорю все зависит от крайности вашего партнера патологии поэтому здесь тоже смотрите можно ли вот такую рассказать то есть есть совсем крайняя патология то не рассказываем а если все-таки такая средненькая то наоборот рассказать как вы отбиваетесь как вы контролируете ситуацию то есть вас вы неприступная крепость и вас никто не возьмет вот и кстати вспомнил сейчас такие случаи в своей жизни даже очень важно женщине самой сразу отвечать на какие-то провокации мужчин если она этого не делает то начинает уже мужчины реагировать и это неправильно то есть если вы вместе в паре с мужчиной где-то в гостях и допустим к вам подошел подошел какой-то другой и типа знаете как мужчина очень типа вроде как по-дружески за коленочек ой да как дела знаете так вот ни о чем вроде да вроде ничего особенного как со стороны но для ревнивца это все это повод что его женщина уже значит завоевывает это близкие контакты это им очень не нравится и вот здесь женщине надо поставить сразу на место того мужчину обязательно ей не ждать что этот будет как-то типа не трожь мою и женщину кстати может и промолчать но дом вам устроит танец с саблями вот поэтому вот сейчас вот прямо на ходу вспоминается опыт это очень важно женщине самой реагировать на вот такие провокации других мужчин то есть обязательно это будет сразу показываться с вашей стороны что вы контролируете ситуацию что вы сразу ставите другого чужого партнера на место и это будет успокаивать ревнивца вот и надо помнить еще что вот тут в этом же пункте тайны тайны для них это повод что что-то не так какие тайны это может быть даже вы готовите какие-то к его дню же рождению какие-то ну сюрприз да и с кем-то переговариваетесь там кому звоните я не знаю там какой-то заказ делаете у вас что случилось а вы это ничего и улыбайтесь так это вы это по своему поводу а он может это как правило только в свою сторону да ту больную которая она у него постоянно прокручивается то есть он сам фантазирует за вас неизвестность и поверьте точно не в вашу пользу фантазия у них богатая богатая в это это я знаю это вот просто по своему милому моему любимому вот и слоны то есть ну да слон из комара точно вам обеспечен а то и глядишь и целый зоопарк из одного комара вот это точно в буквальном смысле я помню у меня был такой случай у меня были в гостях и у меня на спину причем я немножко так вот были какая-то маечка у меня была да и мне комар сел на спину и рядом сосед сидел с другой стороны мужчина причем друг моего мужа да и он просто комарика шлепнул естественно тут его друг муж ничего не сказал естественно у него настроение испортилось а уже потом дома он мне устроил вот да цирк на выезде да что вот то есть я была вообще тут ни при чем да комар отдельно и этот отдельно его во-первых я там не видела во-вторых что он там это это было вот казалось со стороны ну что такого даже услуга такая да ну до меня дотронулась до его женщина дотронулась я ничего не сказала а что сказать сказать просто допустим ну не знаю там мило там допустим вань не надо больше так делать да мне это не нравится именно не говорить там мужу это не нравится а вы говорите обязательно мне это не нравится поэтому вот очень важно озвучивать такие моменты сразу при партнере ну и кстати без партнера я тоже в принципе я приучилась я сразу всем ставлю на вот такой вот как сказать на дистанцию на дистанцию чтобы немножко чужие мужчины ко мне не приближались особенно при моем это ну сейчас кстати гораздо все это было все так обострено это в начале сейчас на протяжении стольких лет 25 лет не шутка вот у нас все гораздо можно сказать очень гармонично и очень хорошо и я на своем опыте знаю что это действительно происходит работа если работают и любят и поддерживают друг друга все нормально все устаканивается все получается в итоге очень хорошо гармоничные отношения у нас замечательные с мужем отношения я очень люблю вот а просто относилась как к такой особенности над которой мы вместе работали и так настена говорит он сам раньше очень гулял а со мной нет и это выливалось в ревность тигр и лев по гороскопу да это серьезно тигр и лев это действительно серьезно во первых львы они вообще такие любят они цари цари им нужно восхищение и так далее ну и тигр конечно это агрессия да это заложено это особенности уже через тело через нервную систему особенность поэтому надо просто это учитывать я имею ввиду потом если вы работаете над этим то есть на по сути то он сам тоже несчастный заложник вот это вот чем фишка то и мы сейчас вот как раз разберем это итак говорить правду говорить правду это важно то есть вот как бы не страшно было чем больше врет тот кто ревнует тем больше он копает себе можно сказать яму которая рано или поздно упадет а я понимаю что заикаряется страх я знаю это на собственном опыте когда тебе раз дали по рукам два раз три четыре ты уже боишься вообще что-то сказать не то что там это но потом в итоге как-то я переборола себя уже потом думаю да сколько можно да буду говорить правду вы знаете прям вот так вот убедительно сама себе потому что страх уже можно сказать вот такой вот завел в какие-то такие тупиковые отношения но это было давно я про давние времена рассказывала вот и я просто начала думать да я скажу пусть как будет вот уже дальше некуда скажу правду как есть да потому что я все время туда не ходи сюда не езди здесь не стоит там и так далее и так далее до смешного и стала говорить ему правду как оно есть на мое удивление друзья мои это знаете мой весь опыт как мы с вами развивали разбирали тему об оптимизме когда животные и люди выучивают беспомощность да помним эти все научные доказательства так вот я тоже выучила уже беспомощность то есть что не сделаешь не рыкнешься тебе все равно прилетит вот уже боишься вообще что-то делать и все-таки я набралась милости решимости и стала говорить правду как есть на мое большое удивление хотя у меня были предубеждения что будет вот страшно будет страшное на самом деле оказалось все легко и просто он наоборот отреагировал очень-очень спокойно и как-то все разрешилось вот после этого я себе разрешила говорить правду по мелочам конечно вот такие знаете как то и от мелочей по большому счету там с ними уже стараешься от всего увиливать как-то это они же чувствуют во-первых когда врешь любой человек чувствует мы же 80 процентов почти невербально получаем информации мало того просто по мимике второе это по энергоинформационным связям которые телепатия скажем так то есть биополя наши соединяются пересекаются и та информация которая в одном партнере она тут же передается другому на уровне интуиции подсознания она считывается партнером он не знает конкретно но он четко понимает что там что-то вот такое плохое поэтому друзья мы правда это еще один спасательный круг это вот действительно правда только на начинаете по чуть-чуть не надо резких движений не надо каких-то глобальных вещей таких знаете вот так отстаивать сразу правду какую-то ну все-таки давайте по чуть-чуть внедряйте поведение в жизнь вот таким образом и так у нас значит идет третий пунктик взывание к совести и разуму это что это дежурные фразы надо то есть это когда не сильные патологии это когда вы в начале пути то есть партнером только сходитесь и проявляются допустим какие-то приступы ревности вот да начались только начались и выстраивание формата это это очень важно то есть сразу вот сначала может партнер как-то фыркнуть раз если вы протерпели если вы как-то не отреагировали ну типа ну ничего страшного потом он может вас там как-то пихнуть уже или задеть как-то вот так знаете бывать маленькие какие-то телесные провокации потом может еще как-нибудь потом уже есть не сразу на три пятое может на десятое может игровigh по щечину дать и так далее и так далее все это идет нарастающим никогда сразу никто никого не избивает, то есть идет всегда по, ну, так вот прибавляется, прибавляется так вот, чем раньше вы на таких стадиях начнете выстраивать формат то есть сразу человека ставить на место, объяснять, что ему, вам это не нравится поведение, да вот такие дежурные фразы очень хорошие допустим хорошего же ты мнения обо мне то есть ты считаешь, что я вот такая там разбитная и я могу вот на это пойти а зачем же тогда со мной встречаешься ну, что-то типа этого, вот такие вот дежурные фразы очень хорошие, они очень здорово помогают, и все это смотреть то есть говорить это с железными челюстями и теплыми глазками, то есть четкая ваша постановка, то есть убежденность, с другой стороны вы человека любите, у вас такая как-то немножко теплота должна в этот момент присутствовать и как раз вот этот формат вы оговариваете, что это поведение, которое сейчас у тебя но я не хотела бы увидеть у своего избранника, у своего вот того, кого я выбрала оно не достойно ни тебя, ни меня да, и если я тебя выбрала то на все времена и зачем это надо то есть если вот сразу оговаривать такие вещи то в принципе партнер сразу уяснит вы его поставите на место скажем так, в хорошем смысле то есть будет соблюден формат и поддерживать его четвертый пункт это больше позитивных внушений это точно работает это точно здорово помогает включайте синтоны синтоны это что? что сюда входит, да? это поддержка, это хорошие слова это внушения позитивные и так далее и так далее то есть обязательно акцент делать на его успехах опять же это повышение самооценки то есть в это сюда все входит поддержка в основном словесная эмоциональная позитивно-эмоциональная то есть подкрепляйте те моменты особенно когда ревности не было а вот в прошлых подобных случаев была то есть вот он тогда ревновал а сейчас не ревнует только он это сделал и вот тут сразу радостное настроение включайте поцелуи, благодарность ну все, как говорится, в меру если раньше у вас этого не было по чуть-чуть хотя бы, да? нельзя сразу резко вот из холодного в горячего потому что человек не поймет опять же подозрения какие-то будут поэтому здесь все вот аккуратненько вот и обязательно оговаривать тех моментов то есть говорить ой, как ты был сегодня на высоте и мне было так приятно от этого вот я на седьмом небе от счастья я очень счастлива то есть говорите свои чувства насколько вы счастливы и насколько он был хорош и вы от этого, естественно, счастливы то есть вот приблизительно так очень хорошо их обольщать в постели мужчин, ревнивцев ну и ревнивец тоже, в принципе знаете, сейчас как бы вот в большей степени мужской но ведь есть же и женщины такие поэтому применяйте и в обратную сторону здесь, как говорится, рецепты все равно вот общепсихологические для мужчин, для женщин поэтому я как бы уже с одной стороны начала но вы помните, что это всегда можно применить и в обратную сторону то есть в постели обязательно хвалим ну ты тигрище, да или ты, ах, ты проказница какая-то дерзкая или какая-то ну зависит от того, какие вам нравятся или наоборот провокационные какие-то такие вульгарные или может быть наоборот нежные там ты моя фея и так далее то есть все зависит от предпочтений их надо узнать и вот язык любви как раз для этого кстати, я эту запись обязательно выложу вторую вот часть языков любви Нелли Ефимовой поэтому обязательно, обязательно смотрите очень интересно полезно главное там столько полезного почему важно синтоны синтоны с ними общаться то есть больше похвалы больше внимания больше заботы именно в этом смысле ревнивцам не хватает внимания личного и просто его надо дать когда его даешь это вот потребность закрывать то есть вот здесь у них большая дыра как правило то есть не может такого быть чтобы допустим ревнивцу постоянно там какие-то хорошие-хорошие комплименты ну то есть со стороны партнера все было только супер-пупер а тот все больше и больше ревновал как правило может быть и бывает в жизни такое я не исключаю жизнь богатая, интересная но как правило не хватает им вот этого не хватает то ли недополучили они в этой жизни в детстве там мама, папа где-то что-то вот или какая-то была был опыт с другим партнером где было подобное отношение вот этого всего не хватило не хватило ну и кстати будем разбираться это не обязательно могло быть и в этой жизни нехватка это могло быть и в прошлой жизни кто верит в реанкарнацию конечно кто как говорится думает что мы живем один раз то можете представить что вот много-много причин таких есть которые в этой жизни в принципе хватает то есть что это в прошлой жизни просто был подобный опыт кстати противоположный опыт может быть ну все по порядку сейчас перейдем к этому я вам тоже чуть-чуть свой опыт расскажу итак эмпатия пятый пункт что это такое много об этом говорили и Татьяна Сорокина и Нелли Ефимова и другие психологи то есть это сейчас я расшифрую вот так вот более длинно по сути не поддаваться на провокации ревнивца что это значит не проявлять ответную агрессию в их адрес вот это очень важно а наоборот начать жалеть этого человека проявлять заботу и сочувствие в этот момент представляете во-первых у них разрыв шаблона как правило они ждут то есть они агрессию делают и человек инстинктивно защищается тоже агрессивно нападает а здесь просто-напросто надо вот такое поведение использовать то есть начать жалеть и проявлять сочувствие к этому человеку что это значит с одной стороны это тяжеловато если бы была другая реакция с другой стороны ребята она так работает это просто-просто ну капитально и очень важно вот не искать у него психологической поддержки то есть что вот чтобы он вас жалел за то что он делает не делиться своими переживаниями с ним то есть как вам плохо что у вас совсем вот это это тоже это не прокатит это знаете ему еще хуже на самом деле и это так это так потому что он где-то понимает его часть сознания понимает что он делает неправильно а справиться он с собой не может если вы еще давите там говорите что вам плохо из-за этого ну постоянно я имею в виду все равно озвучивать-то надо конечно иногда вот то тоже это и у него добавляется вот этот груз то есть надо в этот момент говорить о его эмоциях и переживаниях у меня книжки есть хороший пример в моей кто инопланетянин больше мужчин и женщин там когда я вернулась очень поздно домой и так получилось сел не в ту электричку в обратную сторону приехал в час ночи вместо девяти заявленных которые говорят я скоро приеду вот и было непонятно для него где я была с кем я как-то я туда попала и так далее я применяла вот все психологические методы которые я уже освоила на тот момент и знала сработало капитально это было потрясающе что я делала я начала его во-первых говорить что ты знаешь как я тебя понимаю ты сидишь волнуешься я неизвестно где что со мной с кем я и так далее мне так вот я просто понимала я была на твоем месте я понимала что тебе так плохо я так переживала за тебя знаете это разрыв шаблона у ревнивца он вообще вот уже он уже хотя бы перестает вот таким образом воспаляться и там у меня очень подробно описан этот опыт вот кому интересно обязательно почитайте вообще потрясающе то есть как я его успокоила моментально то есть сразу там было много таких упражнений одно за другим шло и которое его просто успокоило то есть успокаиваем я понимаю тебя как тебе тяжело я чувствую твои переживания как свои а ты мне ты можешь мне довериться я вот все сделаю для того чтобы в следующий раз этого не произошло то есть опять же говорите что у вас все под контролем но всякое бывает ошиблась как говорится на старуху бывает проруха и очень важно говорить что я не причиню тебе страдания говорить что я не специально это сделала ну так вышло все ошибаются то есть внушение обязательно хорошее ваш контроль и понимание и поддержка его чувств и эмоций и шестой пункт научите ревнивца отгонять плохие мысли то есть у него ведь что самое страшное вот этот процесс мыслительный по кругу как белка в колесе или даже больше я всегда такой пример когда кидаешь в стиральную машинку кирпич включаешь потом это по телевизору кстати показывали и эксперимент печальный то есть все взрывается поэтому вот здесь вот здесь очень и очень здорово будет если вы научите своего партнера позитивному переводу кто здесь в школе уже был знают что это такое позитивный перевод а для тех кто еще пока только осваивает упражнения нашей школы то есть это презумпция невиновности то есть что бы с человеком не произошло вы не знаете всей информации вы заранее просто от человека хорошо думаете то есть как бы оправдываете его то есть вот точно она там не с кем-то что-то случилось она сейчас мне придет и расскажет все будет хорошо то есть он сам себя успокаивает то есть вот на данный момент допустим вы пришли к нему и успокаиваете его да вот уговариваете а этот человек сам должен научиться если он научится этому то это будет супер достижение то есть по сути вот ревнивцу и нужно вот работать с этим то есть вот этот внутренний мир менять который вот у него накручивается и одно на другое наслаивается и потом просто эмоции вот так вот они как знаете атомный взрыв потом им нужно выплеснуться куда-то естественно кого но тут причина чьих эмоций это бывает вот Настем насколько тебе такие вот интересные рекомендации кстати там кто-то тоже еще присоединился друзья мои если кто к нам еще зашел кто-то зашел поздоровайтесь мы рады вас тоже отметить с вами пару слов перекинуться будет очень приятно мы всегда всем рады а то сегодня у нас прям совсем народу мало Олечка пришла ой как хорошо привет Оль а мы тут с Настеной да ага тема такая интересная но в записи обязательно посмотри то есть ревность измена такая вещь что как говорится никто мимо этого не проходил так Настен ты пока мне ответь насколько тебе вот эти интересные рекомендации на самом деле они рабочие рекомендации помимо того что они еще интересные это действительно на самом деле здорово здорово работает добрый вечер добрый вечер Оленька ага ну всякое бывает нормально главное потом записи посмотри потому что действительно материал очень и очень практичный очень интересный причем я делюсь своим опытом и своей жизни очень много интересных вещей ненаком проверить Настен какие твои годы главное все вот это оставь себе уже кстати это можно внедрять вот это просто же эти упражнения все не обязательно вот к партнеру по отношениям да это же можно применить ко всем допустим своим близким ко всем коллегам которым практиковаться соответственно на них потому что а вот когда ты уже все это освоишь да ну может быть не все может быть какую-то часть а может быть и все потом да представляешь и как раз вот и придет тот человек и у тебя уже все будет готово какая прелесть будет какая прелесть то есть все вот эти вот рекомендации они очень важны да и вот тут подходим к самому интересному такому вот здесь меня напомн вот красненьким да наверху помните вы не жертва я имею ввиду те у кого ревную всему есть свое объяснение конечно это моя вот сейчас что я объясню это моя интерпретация из моего опыта опять же все на своем опыте и причем не только своем а еще на опыте своей работы как правило есть то есть те люди кого ревнуют они тоже непростые люди что это значит как вариант такие люди очень свободолюбивые они с определенными догматичными опять же убеждениями упрямцы упрямцы может где-то они не гибкие в своем поведении и очень как правило как правило но не везде они не додают внимание своему партнеру вот Настем вот сейчас как говорится между нами девочками расскажи насколько ты давала своему партнеру внимание вот по всем вот этим пунктам критериям ну по десятибальной системе если 10 баллов давала вот по всем пунктам если пройди сложи ну и ноль совсем ничего не давала просто я знаю тоже что вот из моего опыта я тоже очень мало давала ну давала потому что сейчас я уже это даю своему партнеру внимание потому что ну другой у меня менталитет это вот знаете вот сейчас я такая вот вот мне нетрудное слово какое-то сказать и где-то обнять и где-то каким-то образом прислониться и так далее но в моей натуре изначально да оно немножко не так но язык любви другой вот скажем так у рифнивцев у них очень часто другой язык любви он больше физический кстати контакты какие-то и так далее так далее так Настенка пишет вот то есть вот кого ревнуют тоже люди очень непростые то есть в принципе всегда миноваты обе стороны и если вы будете вот давать вот просто внимание тепло правильную заботу разговаривать на языке партнера если он хочет допустим физических прикосновений каких-то для него это важно как вот Нелли Эфимова на прошлом вебинаре говорила да один говорит на языке физическом то есть прикосновения а другому это вот не его да и он смотрит он думает что значит тому противно прикасаться ну додумывает конечно да а тому это нормально это норма вот поэтому здесь вот очень важно ревнивцам давать вот эти знаки и поддержки и словесные да и вот внимание на всех уровнях и что еще важно понимаете сейчас вот я расскажу прям буквально свой опыт какой интересный есть еще кармические долги что это такое ну с точки зрения вот кто верит в реанкарнацию прошлой жизни людей все больше больше к этому склоняется есть уже доказательства очень много об этом люди говорят так вот когда я же еще как гипнолог рекорнационный терапевт мало вот вот Ваньке да 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 вот вот оно действительно вот это так это так то есть нам вот которых как можно сказать жертвы в кавычках да нам надо давать больше внимания своим партнерам так вот есть кармические долги что это такое как я говорю кто верит в реанкарнацию кто верит в прошлой жизни что-то человек там напортачил если в этой жизни он не напортачил вот точно то есть если вот с самого молодого он был очень приличным человеком никого не трогал туда-сюда его с самого раннего детства бьют там я не знаю стязают и так далее и так далее там сначала родители потом партнеры как правило это идет из прошлых жизней но это опять же теория версия это не истина в последних инстанциях и не факт что оно так и есть это есть одно из предположений вот что этот человек в прошлых жизнях что-то там сделал подобное то есть такие же какие-то можно сказать вот над другими людьми немножко вот что-то мудрил в этой жизни ему дали такой же опыт чтобы он на своем опыте прочувствовал вот это состояние причем когда я ходила в свою прошлую жизнь было очень интересно там было все наоборот вот как я и говорила откуда это берется потому что это не только я одна хожу там и своих клиентов я вожу и там они смотрят такие интересные вещи что они просто потом успокаиваются сразу и навеки то есть когда посмотрят себя что они там делали вот то есть по сути у меня очень был кармический сильный долг кстати потом это подтвердилось то что я там увидела кстати можно это увидеть как как сказать можно это списать на то что это мои фантазии очень многие часто говорят это там нафантазировал может быть вполне возможно не факт что это правда то есть никаких доказательств естественно нет но было интересно и это все подтверждалось многими другими фактами из моей жизни и потом недавно я сделала себе гороскоп кстати буду заниматься астрологией то есть учиться астрологии в середине лета потом осенью уже думаю это вот так как-то основательно на это дело значит передум мне это всегда было интересно и действительно это нужно в моей работе для определенных вещей и в моем гороскопе как раз подтверждение что там у меня очень сильный повод слиянию с течением вот этих всех планет вот этот вот кармический долг перед родом а перед родом что с семьей в прошлой жизни я была революционером это вот как раз революция у нас была я значит там коммунист вот мужчина естественно и из-за меня погибает вся моя семья то есть дети по-моему двое детей насколько я поняла там двое детей жена всех их убивают из-за меня там подробности уже конечно не смотришь потому что там ну это не как кино показывает это сложная система но сам смысл то что из-за меня убивает вот мою семью и то есть это очень большой тягчающий такой вот ну кармический долг причем я свою семью относилась к очень ну как не очень хорошо как мужчина тоже там никакого внимания никакого вы это женщина обижала вот не буду говорить кто эта женщина можете догадаться и таким образом меня просто поместили ровно в такое же состояние и вот то есть жесткий такие же вот такой же опыт я получила в этой жизни и это самое главное мне в гороскопе написано что вот при всех моих вот этих таких вот при всем таком нынешнем интересном опыте самое главное не сломаться то есть не обижаться ни на партнера никаким образом не не держать вот обид и так далее и так далее это надо просто работать над собой работать с партнером пройти вот эти вот эти вот уроки и можно сказать все вы будете счастливы в конце жизни так оно и есть 25 лет жизни с моим супругом как говорится дал свой эффект и мы с ним очень и очень сейчас хороших отношений гармоничных и у него нету такой уже патологической ревности какая она была в начале ну вот такая интересная версия ну кстати очень подтверждается не только это моим опытом а именно вот тоже клиентов которые ходят и там там такое интересное бывает прям бушный море поэтому я вот к чему говорю то что мы не жертвы те которых ревнуют как правило всему есть свое объяснение или в этой жизни кстати ну то есть во первых мы не додаем очень сильно очень здорово тех кого ревнует конечно а то так обобщаю всех вот то есть нету мы не разговариваем на языке партнера на того на одном и на другом знаете как вот инопланетяне буквальном смысле слова поэтому вот приблизительно так так а мы переходим к следующему слайду а как работать над собой ревнивцу вот здесь вот знаете конечно если ревнивец хочет вот тут тоже интересно нет у нас кстати Оля насчет как это ревности ты ревнивый человек вот мы тут обсуждаем больше людей которые склонны к более патологической ревности то есть которые проходят ревность фоном общий фон у всех бывают приступы ревности это как я говорила даже я самый неревнучий человек в мире и то когда по факту какому-то все равно ревность испытываешь это нормальное ну человеческое свойство ну как у тебя вот больше вот всплески иногда может быть фоном тоже ревность или как-то вот с одним партнером кстати может быть ревность другим совершенно не может быть ревности просто вот мы с Настенкой уже как определились мы больше как эти в кавычках жертвы нас ревнули ревновали причем такие серьезные серьезные у нас такие партнеры то есть отела по сравнению с ними щенок вот в буквальном смысле слова я думаю Настен и к твоему партнеру это можно тоже прицепить это название так ну так вот пока Улечка пишет ревнивцы если они понимают что вот если они хотят если они понимают и хотят вот наверное все-таки два условия важны потому что можно понимать не хотеть можно ну можно хотеть не понимая не знаю наверное так не бывает вот и то есть если человек хочет если он самому это надоело они ведь очень страдают на самом деле кстати это так кстати Настя а насколько вот твой ревнивец он понимал что он делает то есть он извинялся он страдал насколько ты видел эти страдания были ли они то есть насколько это подтверждается в твоей жизни тоже интересно ну так вот если ревнивец все-таки хочет работать над собой то это вот несколько вот таких вот немного упражнений но они глобальные они фундаментальные это позитивный перевод естественно ну то есть я уже озвучила в начале для тех кто не знает кто нас смотрит записи для тех кто знает ну уже мы его и так и эдак и по всякому уже он встроился и встраивается еще дальше в жизнь нашу вычерпывая плюсы то есть вычерпываете ситуации позитивные то есть что этот опыт дает что эта ситуация мне хорошего дает что мне дает этот партнер хорошего и так далее и так далее кстати хорошее тут упражнение прописала потом как-то вам скину чтобы вы его тоже освоили очень вот прям классно так Олечка бывает всплесками наверное от недостатка внимания к тому же новый язык любви физический контакт и качественное время проведенное вместе твой язык физический контакт и качественное время проведенное вместе вот да кстати мы к этому тоже будем приходить когда потребности не закрыты да начинается вот и ревности всплески и раздражения да вот хочется потому что ну невозможно когда у человека не закрыты потребности он страдает потом все-таки он ну это выражается да в эмоциональные какие-то вот эти бури или кто-то замыкается у всех по-разному от типологии вот это кстати вот уж не знаю что хуже все плохо все-таки все плохо потому что всплески вроде как хорошо для одного человека он выплеснул с другой стороны вот этот негатив который распространяется выходит из человека он все-таки разрушает окружающее пространство как мы говорили да на воде это показано уже учеными если внутри держать это аутоагрессия она съедает изнутри сжирает то есть разрушение физическое происходит в принципе и в этом случае ну вот то есть внешне не выходит хотя как не выходит оно все равно накапливается накапливается да оно разрушает себя потом все равно в какие-то выплески взрывы какие-то происходят в какой-то форме может быть не на этого партнера на детей и так далее то есть на какие-то объекты рядом пребывающие поэтому все это это очень плохо и так значит вычерпываю плюсы ситуации из людей из партнера и так далее и если бы я любил упражнения кстати мы его так не разбирали конкретно но в принципе здесь все просто то есть прежде чем что-то сделать как-то сказать то есть осознанно есть паузы вот прям да мы остановочку изучали и спросить сам себя вот если я люблю этого человека я это сейчас сделаю или я бы сделала или хотя бы задним числом тоже хорошо как говорится все потихоньку то есть я бы сделал это и так далее и честно себе отвечаете то есть вот здесь это как бы работа с собственной такой совестью скажем так ну и ошибочка ты хорошая то есть в принципе презумпция невиновности вот это главное то есть человек не виноват то есть он что-то делал не специально и как правило это на 90 процентов даже 95 скажу действительно так вот что-то свет у нас давайте я свет включу тут что-то я солнышко погасло сейчас подождите девчонки вот то есть презумпция невиновности это о природе кстати даже не только для ревнивцев но и для нас для всех то есть потому что как правило мы не знаем все информации додумываем по большему счету самые негативные все люди как правило это да то есть самое все плохое произошло и самое все ужасное заранее это кстати знаете и тут нашла недавно тоже в психологии почему человек сам себя накручивает докручивает до вот такого негатива вот дальше некуда скажем так на дно это такая вот негативная страховка типа вот-вот-вот накрутил и дальше этого уже типа тебя уже никто не сделал ты как бы готов к тому что будет самое плохое чтобы не получить вот эту боль вот такая есть версия кстати насколько вы вот согласны с этим Оль, Настя вот ну вот может быть по старому опыту все мы раскручиваем раскручивали потому что я думаю что все равно у вас сейчас уже по-другому и кстати ответьте по-другому ли насколько вы уже вот этот процесс внутренний негативный раскручиваете ли клубок от этих мыслей или нет и насколько это правда то есть сам человек себя вот докручивают до такой степени чтобы вот потом уже не получить вот эту душевную боль но это предположение психологическое вот мне кажется есть тут какое-то разумное зерно вот такая вот негативная страховочка человека да раскручиваем более согласна есть такое ну вот нам как раз надо идти к тому что первое это презумпция невиновности человека в любой ситуации то есть изначально во-первых чем это хорошо тут вот одна моя тоже и подруга и клиентка мы с ней вместе работаем она так вот ну она знала это упражнение но вот как бы оно вот внедрилось в ней после осознания одной мысли очень вот такой вот ресурсной мне так кажется она говорит да господи да зачем же я на человека заранее поклепаю ну то есть вот накручиваю что-то плохое лучше я его вот сейчас оправдаю по полной да но зато это будет же очень здорово когда допустим во-первых я на него вот эту вот негативную энергетику не пошлю сама не раскручусь это раз ну вот раз два да а во-вторых же это пусть я лучше ошибусь но зато вот столько плюсов она поимеет то есть как-то вот так вот она вот какое-то осознание знаете как это озарение инсайты такие хоп вот и у нее как-то оно хоп сразу и легло и она сразу после этого позитивный период стала очень здорово использовать так ну мы идем дальше переходим к изменам тоже интересная тема я думаю редкие люди кому не изменяли кто не изменял ну как говорится есть все равно эти люди которые святые скажем так вот всякая жизнь бывала и не буду спрашивать изменяли ли вам а хотя если хотите ответьте изменяли ли вам а вот про вас не буду спрашивать потому что как говорится в видео все пишет зачем нам надо всякие компроматы вот если будет желание напишите изменяли ли вам и как это вообще потом ну вот вот насколько это было тяжело вот по десятибальной системе то есть если изменяли плюсик и по десятибальной базе насколько это было тяжело а если нет значит никого нет то есть ставьте или минус или просто можете промолчать итак причины измен первое как правило это высокопримативность человека то есть невозможность или нежелание контролировать инстинкты ну конечно и относится и к мужчине и относится к женщине то есть здесь и так и эдак но кстати как утверждают этологи женщина просто так по пустякам не изменяет по молодости по глупости может быть или в каком-то таком состоянии допустим когда когда ну я не знаю там ну вы как третий пункт наверное все-таки здесь когда незакрытые потребности все же это ближе к этому то есть или по молодости по глупости женщина изменяет женщина всегда на измену если вот идет то она долго примеривается у мужчины вот спонтанно это вот чисто инстинктивные позывы физиологические это нормально он может там случайно где-то там подвыпил не сконтролировал что-то там взыграло и так далее то есть вот у них так ближе женщина всегда же она вот прям вот думает об этом то есть она может прокрутить какие-то все плюсы все минусы и так далее и так далее то есть вот как бы ученые говорят о том что в принципе женщина она обдуманно идет на этот ход и вот кстати второй пункт месть именно больше склонна склонна женщины то есть причина измен мужчины меньше мстят в этом плане жалко у нас мужчин нет хотя кто-то к нам присоединился друзья мои будет здорово если покажетесь расскажете кто что откуда будет прям вот классно может мужчина к нам какой-то присоединился и нам сейчас расскажет подтвердит или опровергнет наше предположение то есть месть женская это такая штучка она долго вынашивает ее это такая мстюлька вот хотя вот было бы интересно мужчину послушать насколько это актуально для мужчин то есть у них больше вот такой физиологическая потребность или же вот третий пункт для обоих полов это незакрытые потребности то есть если у мужчины секса дома не хватает и его просто-напросто знаете как это ограничивает да ну там манипулирует сексом то есть если там инверсия доминирования произошла то есть эмоциональный прессинг женщины унижение оскорбление манипулирование то есть нет внимания как мужчине вот тогда внушение чувства вины кстати и вот тогда мужчина просто ищет отдушину такой маленький уютную уютную пещерку где-нибудь на стороне и вот уходит туда чтобы получить вот эту потребность а у женщины потребность это внимание внимание как женщине но с другой стороны она это внимание может получить не обязательно изменяя то есть она может это через завести какой-нибудь виртуальный роман в интернете и будет там а там же все равно мужчина ухаживает какие-то комплименты какие-то цветочки картинки этого уже смс-очки женщине кстати этого достаточно и она не идет на физические контакты в основном опять же среднестатистически все бывает по-разному Олечка пишет фактов нет догадываться лишь пыталась за собой ничего подобного не наблюдаю не в моих правилах это очень хорошо это хорошее правило согласно Оле в моих правилах то же самое вот а про догадки как раз мы сейчас будем следующий слайд так вот по третьим по трем этим пунктам пунктам что делать то да первая причина то есть это вот невозможность держать инстинкты ну с этим на самом деле трудно что-то делать инстинкты вещь такая что если вот прут никуда не денешься особенно по молодухе а бывает и до старости знаете такие вот у нас жеребцы бывают мужчины или женщины инстинкты кстати сексуальное желание у женщины она больше после 30 включается и вот здесь как раз женщинам больше это надо а у мужчин наоборот загасание идет вот здесь такие перехлесты наоборот мужчины женщины все об этом знают вот и хочется любви хочется эмоций да вот как раз павлинов хочется вот чтобы они говорили говорили ценили как женщину чтобы она чувствовала что она была востребована как самка в кавычках конечно самка итак с инстинктами мало что поделать можно то есть или терпеть и приспосабливаться или уходите если вы знаете изменяет постоянно ой у меня одна подруга была она так интересно рассказывала о своем муже я сейчас вспоминаю прям смех разбирает по молодости молодые что-то были под 30 скажем так вот и она говорит слушай дома ни одних трусов уже не осталось я говорю а что случилось ну мужа в смысле он говорит все время приходит домой без трусов где он их составляет ну понятно что да как-то странно то есть ни на рыбалку ходит ни там не куда-то а то есть уходит куда-то на работу или куда-то ну вообще просто из дома уходит приходит без трусов говорит ни одних трусов говорит уже штук наверное 6-7 говорит оставил вот естественно конечно они разошлись такое терпеть уже знаете сколько же трусов можно покупать да вот и конечно второй пункт вот месть и обида особенно женская обязательно выяснить за что он мстит потому что вот ну вот тут это вы просто тоже наверное даже к третьему ближе можно совместить с пунктом то есть потребности не хватает какой-то обида предательство вот кстати вот если вот все-таки месяц за предательство да что-то произошло предал там ну как правило как правило больше-то я не знаю за что мстить за что можно еще мстить девочки скажите ну со стороны мы все люди тут приличные позитивные и конструктивные нам мстить не надо мы уйдем если что за что можно вот ну по этому пункту то есть за предательство то есть предал человека вот такая вот на тебе тоже получи такую же боль то есть как правило да и вот здесь тут конечно интересный пункт что делать тому которого предали долгий вопрос вот если есть какие-то конкретные вопросы буду рада чтобы разобрать потому что здесь можно разбирать в принципе и одну сторону и другую бесконечно то есть что делать тому которого предали и что делать тому кто предал но вот хочет наладить отношения а другой не хочет в принципе сейчас мы к следующему перейдем и там будет как раз наверное ответы на вот эти вопросы более подробно здесь мы так как бы вкратце ну и конечно вот все-таки давать партнеру те потребности которые надо говорить на его языке это очень важно очень важно и изучайте языки любви партнеров как я говорила Оле повторюсь Оля так и вот как раз муж изменяет но не в признанке что делать как раз Оля вот твой вариант первый первый допустим разговор результата не дал муж не признанки но факт налицо или сомнения какие-то ну то есть вот может быть не факт даже совсем а какие-то косвенные факты да что-то вот такое потому что всегда интуиция женщины чувствует что-то не так вот есть какие-то предположения вот то есть здесь по сути что надо вот как вот прямо заученные такие фразочки очень хорошие то есть к тебе обвинений претензий никаких будем считать что у меня какой-то психиатрический глюк да но мне нужна помощь чтобы убрать сомнения снять груз с души то есть вы не обвиняете партнера вот это очень важно потому что доказательств нету ничего нету то есть да и вы его как бы просите о помощи вот это кстати вот совсем разные вещи то когда вы обвиняете человека и то когда вы просите о помощи скажи ну это я вот такая вот помоги мне ну глюканутая ну что делать ну себя поругайтесь так вот не его а себя это вот очень важно и вот дальше допустим нам нужно улучшить отношения как ты считаешь как бы вопросов ты считаешь что нам нужно вместе жить допустим да конечно если он вас убеждает если молчит другой вопрос наверное там уже как-то по-другому надо говорить речь ну вот если он считает что отношения надо продолжать и нужны они то тогда вы спрашиваете у него есть ли у него недовольство в мою сторону просьбы пожелания что мне надо сделать как то есть допустим внешность настроение секс может быть там какие-то ну там и так далее и так далее то есть вы его спрашиваете и он вам как списочек накидывает что ему нужно то есть по сути чтобы вот эти потребности которые он на стороне получает они закрылись то есть они были закрыты вот таким образом как бы вы просите помощь для того чтобы он просто-напросто озвучил свои желания свой язык любви который вы потихонечку бы начали его просто-напросто прорабатывать и вот упражнение дни заботы на прошлом вебинарчике который мы проходили вот оно сюда очень подойдет хотя бы с одной стороны то есть там в принципе с двух сторон но всегда можно договориться двухсторонней или хотя бы с одной стороны господи хоть с какой стороны начните что-то делать следующий пункт у меня есть просьба к тебе приходить домой без задержек и относиться ко мне внимательнее а что это значит внимательнее да то есть просто вы когда скажете своему партнеру внимательнее это ему ни о чем не говорит то есть вообще вот просто ни о чем внимательнее что вы вкладываете в это понятие что вы хотите да а конкретно перечисляйте ну допустим я бы была очень рада если бы меня ты будешь целовать когда приходишь и уходишь вот я прям мужа приучала чтобы он уходил на работу и меня целовал вот мне это важно было а ему как-то он убежал и все вот я его приучала несколько лет вот ну допустим он там мне звонит и говорю ой ты меня сегодня опять не поцеловал забыл ну так без претензий просто как-то ну ладно я тебя поцелую сначала через раз целовал забывал туда-сюда потом все-таки он все каждое утро все целует и все такое друзья мои главное без претензий терпение и напоминание терпение и напоминание и внушение ты же у меня такой заботливый ты же у меня такой прям вот классный как ты вот меня любишь или как ты меня это то есть что хотите получить то и вот говорите вот вот таким вот образом то есть никаких претензий никаких это а а вот поддержка даже партнера вот такая что вот он у него не получилось что вот у него вот так таким образом получилось ну то есть позитивный перевод включаем то есть допустим вот как Нелли говорил тоже хороший вариант одна девушка там говорила своему партнеру говорит слушай когда ты ко мне приходишь хоть что-нибудь не принеси вот фигню всякую но вот что-нибудь маленький сюрприз он не носил всякие маленькие безделушки я не знаю там как она говорила дуванчики там я не знаю там хоть божью коровку ну конечно жалко ее дома ну вот смысл то что прям вообще до мелочей какой-то мелочь но ей внимание главное не важен подарок а важно внимание то есть вот то есть вот то есть вот то есть надо надо с людьми разговаривать надо открывать рот иногда и просто озвучивать свои желания как я говорила про рыбу да Оль помнишь это я рассказывала случай когда мы с свекровью она мне давала голову 10 лет а потом выяснила что я люблю хвост она самый лучший кусок отдавала мне кому было хорошо ни ей ни мне и отношения от этого никак не улучшались поэтому надо разговаривать кто что любит кто что предпочитает кто что хочет а мы все думаем в телепатию играем мы все думаем он должен догадаться а у него вообще совершенно другие какие-то предпочтения у него вообще совершенно другой внутренний мир а мы все меряем других людей по собственному внутреннему миру если у нас так хорошо если у нас такие ценности если у нас такие убеждения значит то же самое правильное там друзья мои совершенно не так отпечатки пальцев у всех разные да И это надо, так природа задумана, не зря, чтобы мы обучались друг у друга. Ведь мы же, знаете, как правило, очень часто, вот присмотритесь, партнеры всегда дополняют друг друга. Это как иньянь, это белое и черное, это вот два вот этих вот полушарика, которые сливаются и добавляют одно целое, одно это. То есть я вот смотрю на мужа, и я всегда вижу, что у него есть что-то, какие-то качества такие, которых нет у меня, я у него учусь. Также он автоматически, не осознавая этого, он смотрит на меня и учится тому, чего у него конкретно нет, я знаю. И вот так, как правило, вот пары, вот так вот, можно сказать, Бог их сводит. Вот, например, я вот уверена, что мое убеждение, не, как говорится, претендую на истину первой инстанции, что это Бог сводит нас под такими, с такими задачами, с такими целями, чтобы мы вот эти наши свои какие-то крайности какие-то, мы их немножко стеслили. То есть у другого нашего партнера, то есть у нашего партнера, у него другая крайность. И вот таким образом мы друг друга шлифуем, убираем крайности и ближе к середочке. Он к середочке, я к середочке. И в итоге прямо вот иньянь, такие вот хорошие все, одно целое, замечательное. Ну и так вот переходим к последнему пункту. Ставлю срок нормальным образом завершить там отношения. То есть, ну, надо понимать, что не все отношения легко завершить, мгновенно, обязательно. И ставить какой-то срок, допустим, своему партнеру. Допустим, месяц, два, я не знаю, там, неделю. Ну, день точно нельзя. Вот, и если после этого вы озвучиваете у меня, появляется опять хоть один какой-то глюк, сомнение, какие-то вот сигналы, что что-то опять идет не так. То есть ты там продолжаешь что-то делать, да? Как мне кажется. То есть все свалим на мою психиатрию, и я подаю на развод. Вот здесь очень важно держать слово. То есть выстроили формат, что вы хотите, и уже действительно это идти до конца. А женщины очень часто боятся этого, потому что страх потерять, опять же, отношения. В том плане, что даже страх остаться одной, уйти или уйти, или партнер останется. Вообще страх начинать новые отношения. То есть здесь столько страхов на самом деле. Лучше пусть будет вот так длиться, там, некоторые женщины очень часто терпят и любовницы, и все такое, лишь бы просто муж не уходил. Во-первых, потеря кормильца, скажем так, да, потеря вообще статуса, значимости, там, вот, разошлась, ага, значит, какая-то неполноценная. Ну, это, как вы, знаешь, с инстинктивных точек зрения, как правило. Но вот хочу поговорить, что... Сейчас я посмотрю, какой слайдик у нас там дальше. Ага, ну вот, нормально. Слайдик. Измена произошла, допустим. Но я немножко, вот, такую вот, знаете, как тенденцию, вот, к женщинам больше обращаюсь здесь, потому что, как правило, это грешок, как говорится, за ними. Но и у мужчин может такое быть, все, как говорится, у нас обоюдно. Женщина очень часто измена мужа. То есть вот он изменил и остается в семье. А в чем выгода? Вот, кстати, кто считает, в чем выгода вот здесь вот? Ну, вот на скидку. Как говорится, сами если не проходили, но просто, может быть, ваши мысли вслух. В чем выгода? Если женщина, женщине муж изменил или партнер изменил, она остается с ним. И что тогда происходит? У кого какие интересные есть предположения? Так, предположений нет, да? Ну, ладно. Естественно, выгоды очень большие, как правило, у женщины. Вытянуть побольше бонусов. Сделать мужа виноватым. Как правило, то есть если вот он изменил, она его делает виноватым. И позже использует это. Как она использует? Причем это, как правило, неосознанное намерение. Это такое, знаете, управление, манипулирование для достижения своих целей. Во-первых, жена строит из себя жертву. Ну, типа вот, я такая несчастная, я отдала тебе всю жизнь, а ты вот такой неблагодарный. Потом она переходит в преследование. То есть она этим начинает каждый раз попрекать моментально. То есть при каждом любом удобном случае. Такой, знаете, вот такой ежик постоянный. Колит, колит, колит мужа. То есть она ему, может быть, и внутренне где-то простила. То есть не особо ей это, ну, то есть по барабану вот где-то там. Может быть, уже прошло время какое-то, да. А может быть, и не прошло. Может быть, колит из-за того, что действительно внутри болит. Это всякое может быть. И вот она постоянно его, внушает ему чувство вины. То есть она сначала жертва. Потом она преследователь, она преследует. А потом она вроде как спасатель. Называется это психологией треугольник Карпмана. И что значит, что она спасатель? То есть она везде и всюду, и мужу, и близким. Она говорит, я не развожусь только потому, что мне жалко детей. Тебя, типа, ты пропадешь. Жалко там, я не знаю, там, столько лет прожили, свою молодость и так далее, и так далее. А на самом деле все здесь гораздо проще. Это как бы внешнее проявление. Так, Олечка плюс поставила. Ага. Я бы замкнулась. Вот. А у всех по-разному, да. Вот соглашусь, Оль. Есть вот те, которые вот тыкают, да, тыкают. Вот смотри, что лучше, не знаю. Потому что замкнутость, это тоже, это такой саботаж, скажем так. Это такой бойкот. Вот это тоже. А как ты считаешь, вот смотри, ну это вот так, мы виртуально. Это мстюлька или что? Или это просто внутреннее состояние, которое вот, ну, не, вот что это? Ближе к чему это, скажем, вот так. Потому что, вы знаете, есть у нас всегда причина на поверхности, которую мы видим. Если же это копнуть, вот, допустим, мы когда в психологии разбираемся с клиентами, да, там очень-очень внутренние мотивы, они совсем другие, они скрыты. Есть такое название вторичные выгоды. Внутренние выгоды, они как бы, есть первого уровня, вот. А есть вторичные, которые человек не осознает. Это очень интересно. Понижение своей ранговости. Да, да, то есть мне вот так, это уже сравнение, кстати, с партнером, да, видишь. Кстати, мы вначале это оговаривали. А вот видишь, у тебя даже, да, как женщине вот тоже, то есть сразу понизился ранг. То есть та какая-то лучше, да, это понижение самооценки. Опять же, в это входит, да. Получается, начинается такое самосъедание. То, что я хуже, и так далее, и так далее, и так далее. И так, женщина, как правило, страшно, вот эти вторичные выгоды, о которых я сейчас говорила, и она не разводится потому, что одной тяжело, потому что страшно начинать всё сначала, потому что много потому что, потому что вот это вот всё очень и очень и очень, во-первых, страшно потерять того, ну как, ну не кормильца, а, скажем, спонсора, да. Но всё равно же там мужчина всё-таки, нормальный мужчина, который, да, он всё-таки приносит деньги, и как-то женщина легче, и защита, и так далее, и защитник. Вот это всё вот потерять ей очень страшно. Но она делает вид, естественно, она всё равно из-за одной такой вот, такого промаха, может быть, там какого-то, она, как правило, нормальная, мудрая, не уходит. Только мудрая ещё по-другому себя ведёт дальше. Она начинает смотреть на себя и думать, что же я сделала не так, что во мне не так, что он пошёл на сторону, то есть что-то я не додаю человеку. То есть мудрая женщина будет именно думать вот так. Не съедать себя, с одной стороны, вот я плохая. Это, да, мы когда оптимизм изучали, там как раз так, когда есть самооценка, там я плохая и так далее, и вот сам себя кушаешь. А здесь по-другому, здесь надо смотреть немножко как бы со стороны, с третьей позиции, как эксперта, как психолога, что мне добавить во мне, чтобы вот, допустим, он уже на меня посмотрел, как на женщину. Что развить во мне, что же, как мне надо к нему, на каком языке, на какой козе подъехать и так далее, и так далее. То есть, потому что всегда вот в таких ситуациях виноваты две стороны. Насколько вы согласны с этим, поставьте плюсики, что вот в любых вот измены, да, всё-таки две стороны виноваты. Ну, вообще в отношениях, мне кажется, не бывает. Только одна сторона виновата, ну, как правильно. И вот, кстати, вот те женщины, которые преследуют мужчин, когда они изменили, то есть они потом начинают пилить по-всякому, да, строите себя жертву, потом преследуют, потом спасательница такая, то вот эти внутренние выгоды – это ничего не делать над собой. То есть это вот как бы одна большая внутренняя выгода. Потому что новый стереотип поведения внедрять очень тяжело. Пилить-то легче, а поддерживать-то и не умеет, и не знает как. То есть здесь много всяких вот таких вот сложностей. А вот партнёр попляшет, это как хорошо вокруг неё, да. То есть внушить ему побольше чувства вины. Вот это вот, типа, она хорошая, а он плохой. Вот, ну, как я говорила, это поведение для незрелых личностей, а мы зрелые личности, и поэтому, естественно, мы смотрим в первую очередь на себя, да. Как говорится, что нам добавить, что изменить, поговорить с партнёром, опять же. То есть это вот сейчас мы следующий слайдик. Как раз, да, мы уже и подходим, и к концу. А, вот так, сейчас вместе-то у нас. То есть если уже вы сошлись, изменил один партнёр, то есть полный запрет на все укрёки. Это вот точно. Осмысление, что, чего, почём, как, зачем и так далее. Вот, выстраивание формата. Самое главное – это договор, кто что хочет. То есть если всё-таки изменили, но сошлись, эмоции и чувства отошли немножко, да, остыли и так далее. Понимаете, позитивный перевод включили, что человек, всё-таки, ну, как сказать, были там шальные мысли, но вот вернулся, и очень хорошо. То есть это вообще супер. Позитивный перевод. Он выбрал вас, как и здорово. То есть план, договор, кто что хочет. То есть, да, по-моему, в прошлом, да, позапрошлом вебинарчике мы это желание выписываем, чего кто хочет. Показывайте, как говорится, обменивайтесь этими списками. То есть пожелание, что бы он хотел видеть вот в партнёрше, и что хотела бы она видеть в партнёре. То есть прям конкретно. Конкретные вещи. Не просто внимание, да, а конкретно поцеловать перед уходом. Там не задерживаться, если задерживаться, позвонить, сказать там так-то или что-то. Ну, что-то типа такое. То есть конкретные маленькие вещи. Пусть их будет немного, но хотя бы вы начнёте с чего-то, с первых шажочков. Не надо всегда по-глобальному. По-глобальному, потому что ничего не получается. Это новые стереотипы вы внедряете. Их всегда тяжело вот начинать вообще внедрять. А по-большому много сразу, оно нереально никогда. Поэтому по-чуть, потихонечку. И выполняйте этот договор. Следим каждый за собой в большей степени. То есть вот это будет зрелость такая, да. Не тыкать другого, а что ты не сделал. А вот, а я вот это не сделала. Партнер на вас смотрит, он тоже будет стыдиться. Если вы его не трогаете, а вот ты это не сделала, обещал. Опять же, в какой форме вы это преподнесёте? Напоминать можно и нужно. Ну, вот не в грубой форме, не в виде претензии. А, допустим, как-то очень так вот по-доброму можно где-то в шутку. Дорогой, а что там у нас с пункциями? Как у нас в выполнении идёт? Всё нормально. У меня, смотри, я сколько сделала. А у тебя? Ну, то есть, знаете, как-то вот на юмор переходить на какие-то вещи. Хотя, с другой стороны, я понимаю, после измены тяжело. Там эмоции и так далее, всё равно вот эта рана, болезнь, всё такое. Но если бы вы приняли решение быть вместе, то уже, по-моему, здесь надо вот как-то вот дойти до той точки, что, вы знаете, закрыть этот чёрный лист и начинать писать на новом всё заново. И, кстати, после вот некоторые, многие говорят, левак укрепляет брак. И очень у многих так оно и случается. В буквальном смысле вот как-то расцветает по новому отношению. Друг другу вот становятся более заботливы люди и более внимательны. Ну, и третий пункт для того, кто бывает так. Один хочет уйти или уже ушёл, вот только-только, а вы не хотите. Вот знаете как, вот здесь, конечно, всё по-разному бывает. Но если вы всё-таки хотите вернуть отношения и считаете, что вот этот человек, ну, просто, ну, как заблудился, вот, бывает, знаете, бес в ребро, да, вот в возрасте и так далее, и так далее. Если вот действительно бывает такое, мужчин очень часто бывает. Они вроде жили-жили-жили, потом, бап, что-то сберенулся, какая-то молоденькая подвернулась, он почувствовал себя там высокоранговым, и так далее, и так далее. Причём там женщина в рекламном режиме привлекательности, соответственно, конечно, это всё очень интересно. Вот, а тут женщина, которая немножко по-другому на тебя смотрит, не как на мужчину, а уже как-то на вот, ну, ну, вот, придаток есть к семье, и всё. Вот это, кстати, тоже очень важно. Смотреть на мужчину, как на мужчину, на своего. Помнить, что он мужчина в первую очередь, вот, а не то, что там снабжение с какой-то, и так далее, и так далее. Так вот, бывает такое всплески, надо мудрой женщине что делать? Во-первых, его отпустить. С одной стороны, сказать, вот, написать ему амортизационное письмо. У меня на сайте, кому надо, найдите, забейте в этом поисковике амортизационное письмо, шикарные, работают капитально, возвращают этих любимых на раз, два, три, только дальше потом что делать? Вот, и с другой стороны, вы этим амортизационным письмом оставляете такую лазеечку или вход, или, ну, ты, или выход, я не знаю, ну, дверь, короче, к себе. Что это значит? То есть, во-первых, никаких обвинений там в том амортизационном письме, а наоборот, только благодарность за то, что он вам сделал. За все хорошее. То есть, перечисляйте, что он вам сделал. И, как бы, даете ему свободу. Ну, вот, там, я уважаю твой выбор. Если ты выбрал там кого-то другого или просто ушел, то я считаю, что я хочу быть, чтобы ты был счастливым, и, соответственно, поступай, как знаешь. Но, с другой стороны, ты помнишь, что моя дверь открыта, и наши отношения всегда могут как-то зажечься по-новому, и я готова даже для этого измениться. И вот такое письмо, оно очень здорово. Вот, как, знаете, мосты не сжигают, дают возможность человеку вернуться. Потому что, когда вот все, разругались, и, а может быть, он захочет, может быть, он поймет через месяц, два, может быть, полгода или год, что ошибся, что у него идут, кстати, сравнения. Когда та женщина в рекламном режиме привлекательности начинает доминировать, то есть входит в другую фазу инстинктов, да, в это как инверсии доминирования, там бывает еще хуже, вы понимаете. И он сравнивает, а тут-то уже все знакомо, он уже знает все подводные камни. Ему вот эта вот теплота, уюта, забота, вот эта вот старая жизнь, она кажется уже настолько привлекательной, а вот здесь что-то уже эти эмоции позитивные прошли, а начинают уже другие, там идут царапки всякие, притирки. Ой, это начинать вот такие отношения в таком возрасте, особенно когда мужчина, как бы в возрасте девушка молодая, это вообще очень заканчивается, как правило, не очень хорошо. Редко бывает люди живут, но это опять же зависит не от возрастов, а от вот этой зрелости личности одного и другого человека. Поэтому, друзья мои, очень хорошо расставаться амортизационными письмами и написать даже спустя полгода, допустим, только разошлись, или там месяц, или даже год, напишите амортизационное письмо. Кстати, лучше это эмоционально будет правдиво, то есть эмоции уже успокоятся, будет все хорошо. Напишите это вот, то есть мостик оставьте. Да мало ли что, придет и будете жить счастливо, да будет хорошо. А в этот момент вы подумаете что-то над собой, измените и так далее. Человек тут одумается. Бывают очень восстанавливаются, очень хорошие отношения. Вот приблизительно так. Так, и все, вы молодцы. Я прям за пять минут успела, то есть до окончания этого. Смотрите, самостоятельная работа. Прочитайте статью «Ревность». Очень полезно материал пройти, тем более кто у нас не был в самом начале. Там как раз вот этологические причины ревности. Откуда и что. Проработать рабочий бланк, определение системы причин в проблемном пространстве. Классная вещь, девчонки, мальчишки, кто нас смотрит записи. Что это такое? То есть скачайте я нам ссылку. Единственное, что сейчас, знаете, эту ссылочку сохраните. Что-то на Яндексе у меня там какие-то неполадки. Но это, как сообщает Яндекс, что-то не в порядке. Диск. То есть скачать пока может не удастся, но вот этот бланк, он универсальный. Цель бланка, то есть выявить негативные предположения и предубеждения. И найти адекватные пути решения. Какой-либо причины. То есть этот метод определения причин и решения. А, уже все хорошо? Ну и замечательно. Спасибо, Ага. Спасибо, Настя. Спасибо за хорошую информацию. Скачайте. Короче, этот бланк, он на любые причины, проблемы и так далее. То есть находите причину, тут же находите там решение, как вы хотите и так далее, и так далее. Подставляете только проблемку и все. Этот метод очень простой. Он под силу даже ребенку. Есть хороший опыт использования, вот я говорю, этого бланка в любых, для любых проблемах. Тем более, вот, допустим, по отношениям. Почему там как, то ли по тем отношениям, что есть, то ли что были проработать и так далее, и так далее. Придумал этот, вот такую хорошую систему Аристотель, известный философ, мудрец. Поэтому пользуйтесь на здоровье, он будет, я думаю, очень доволен. Вот, на небесах, пользу принес огромную. Поэтому, друзья, сегодня мы заканчиваем. Прямо я сегодня молодец, так порадовалась. За три минуты я все уложилась до конца нашего вебинарчика. Был насыщенный материал. Кто позже подтянулся, посмотрите начало. Действительно, там интересно. Вот. И я вас всех обнимаю. Спасибо, что были, как говорится, как всегда с нами, со мной. Рада была, что, как обычно, участвовали, кто был очень хорошо. И Настенки, и Олечки. Спасибо, мои девочки родные. Или понедельник, или вторник, пока не знаю, будет, наверное, Марина Маркус. Там она один вебинарчик проведет. Ей нужно сделать по имиджу закрепление. А у нас еще пятая будет часть трактата о любви. У нас будет «Растим крылья партнеру». Это будет самое интересное. И, девчонки, самое интересное, и ребята тоже, кто нас смотрит. Ага, Олечка, всегда рада. Шестой вебинарчик у нас будет для тех посвящен, кто ищет партнера. И это будет немножко необычно. В том плане, что я посмотрела многие вебинары и темы, как учат людей искать друг друга. Мы зайдем совсем с другой стороны. И это будет гораздо, я думаю, интересно, с другой стороны, полезно для обоих партнеров. Учитывая все наши инстинкты, эти логические вещи древние, которые не позволяют нам женщины первые и так далее. А это будет настолько все гармонично, насколько это будет интересно. Поэтому жду вас. На пятой – это «Растим крылья партнера». Это тоже надо. Для тех, кто еще не познакомился в будущих отношениях, тоже уже надо быть подготовленными. И кто в отношениях тоже хорошо. Ну, а для тех, кто только ищет, тоже вы будете подкованы на все 100%. Тем более, что сейчас пока вебинарчики у меня все выкладываются, но потом я думаю, что я их все уберу. Это будет такая одна коробка «Трактат о любви». Это как бы у меня будет на продажу. Почему? Потом объясню. Вот. Поэтому пользуйтесь, пока есть в записи доступ. Это где-то у меня будет еще вот до конца. Это еще где-то две недельки. А потом все это уберется на какой-то промежуток времени. Так надо для определенных причин. А потом, может быть, опять я это все выложу, и будет у нас правильная позиция. Ну, так, друзья мои, всех обнимаю, всех люблю. И хороших вам выходных. Все. Счастливенько. До встречи. Жду вас, как обычно, по пятницам. Спасибо вам за то, что вы всегда приходите. Спасибо Оле, Насте. И кто-то с нами еще там был. Спасибо всем. Ну, пока-пока-пока. Пока.